Отдать дань традициям и воспитать здоровых и сильных современников. Более 200 лучших спортсменов из Одесского региона собрал ежегодный чемпионат области по казацкому двобою. Спортивный турнир с историческим прошлым прошел уже традиционно в спорткомплексе Одесской юракадемии. С каждым годом национальный вид спорта набирает все больше и больше популярности. Это видно по количеству участников. На территории национального университета Одесской юридической академии мы проводим чемпионат Одесской области с казацкому двобою. Это такой национальный вид спорта, который помогает нашим детям понять, что они наши будущие. У нас больше 200 участников, и это все спортсмены Одесской области. Одесситов очень много, но и область также приезжает. Сегодня у нас есть Килья, и также у нас сегодня есть два клуба из Белгород-Днестровского. С переменным успехом боремся, но Украина всегда славилась своими хорошими бойцами. И чем дальше, тем чаще. Мы слышим на пьедесталах международных турниров, как играет гимн нашей страны. И это объединяет не только нас, спортсмены, а и всю страну в общем. И представляете, как приятно стоять где-нибудь за рубежом, не в нашей стране, когда ты стоишь достойно с флагом и играют гимны. И другие страны, которые говорят нечестнее, как часто играют гимны Украины. Крытый комплекс национального университета Одесской юридической академии уже не раз принимал чемпионаты Украины и соревнования международного уровня по самым различным дисциплинам. Руководитель областной федерации по казацкому Удвобою отмечает, что для его команды и спортсменов это хорошая традиция ежегодно встречаться на коврах и в октагоне именно на этом стадионе. Эта площадка идеально подходит для проведения соревнований при любой погоде. Напомним, что ранее спорткомплекс Юракадемии принял Кубок мира по казацкому Удвобою среди взрослых, молодежи и юниоров. Соревнования прошли при поддержке почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова. И тогда, несмотря на мировую пандемию, в Кубке мира приняли участие около 550 участников из 9 стран мира. Мы уже не впервые проводим здесь соревнования. Это говорит о том, что здесь нам нравится, удобно. И уже привыкли, знаете, к хорошему быстро привыкаешь. Поэтому будем надеяться, что в дальнейшем у нас будет возможность выступать в таких вот теплых стенах. К соревнованиям готовились несколько месяцев. Спортсмены рассказывают, что тренировки проходили практически ежедневно. Кроме того, участники тщательно следили за весом, чтобы не пролететь мимо своей весовой категории и не заработать штраф. Ну и не обошлось без психологической подготовки, говорят участники турнира, представители боксерского клуба Академия Бокса, которые ранее на чемпионате мира по казацкому Удвобою завоевали три золотые и три серебряные медали. В частности, воспитанник боксерского клуба Академия Бокса Тарас Нигур стал чемпионом мира по казацкому Удвобою. Спортсмен говорит, что к нынешним соревнованиям готовился также усиленно. Наша подготовка заключалась в том, что мы готовились по разным видам единоборств. Это и тайский бокс, и классический бокс, также борьба, грэплинг. Потому что казацкий двубой – это спорт, который соединяет в себе различные виды единоборств. Поэтому наша подготовка была такой комплексной. Соперники сильнее меня, они вызывают интерес у меня, потому что у таких соперников ты можешь перенять опыт, который будет важен в дальнейших соревнованиях. По итогам чемпионата Одесской области по казацкому Двобою боксерский клуб Академия Бокса получил два золота и бронзу. Владимир Шевчук, занявший первое место в разделе борьба, отмечает, что трудности его никогда не пугают. Наоборот, сильная конкуренция мотивирует. Разбивают стереотипы. Девушки в этом виде спорта не редкость. Участницы соревнований рассказывают, что осознанно выбирали то, чем хотят заниматься. Более того, они считают, что в определенных случаях они сильнее духом даже некоторых парней. Поэтому не совсем согласна с утверждением про слабый пол. Я занималась, у меня была и гимнастикой, и спортивные танцы, но как-то все равно меня тянуло в единоборство. И да, я начала заниматься с 16 лет. Иногда, не в обиду нашим мальчикам, правда, но мне кажется, что есть моменты, где девочки духом даже сильнее. Это вот есть я по себе, как бы я иногда ощущаю, что да. Тренеры отмечают, что для того, чтобы ребенок достиг высоких результатов в этом виде спорта, нужно приводить его в зал с ранних лет. Любопытно и то, что правила казацкого двобоя не такие строгие, как в том же ММА. Поэтому данная дисциплина может быть переходным этапом в карьере спортсмена. Очень важно детей приводить в этот вид спорта с детства. Почему? Потому что они приобретают такие навыки, как скорость, ловкость, выносливость, координация. А такие, как взрывная скорость, они вообще приобретаются в определенных возрастах и дальше тяжелее достичь. Как правило, детям здесь разрешены многие сабмишины, которые не разрешены, допустим, в бразильском жилживце. И детям здесь, которые хотят специализироваться больше на сабмишинах, эти соревнования подходят. Так как можно детям делать все рычаги, можно трехугольники, ахилл детям разрешено делать. Спортсмены получили свои медали и кубки, но главный приз мероприятия – это отбор на чемпионат Украины, где состязаться будут лучшие из лучших. Все украинские соревнования пройдут в Киеве уже в следующем месяце.